Найти такое место, где вам тепло и удобно, а то есть такие люди, которые мерзнут, но не встанут. Вот мерзнут, дуют, нет, поменять бы место. А чего они не меняют место, потому что тело у них где-где, неизвестно. Дальше. Едем дальше. Но мы ведь не только маленькие дети, которым три месяца, и которые валяются на теплой пеленке под светом и ожидают материнского молока. Кстати, люди, которые любят сосать ручку, палец и так далее, что они вспоминают? Телесный протокол. Какое это проявление? Плюс или минус? Потому что они во взрослом возрасте вызывают себе сосательный рефлекс, чтобы вспомнить, что их когда-то кормила мама. Или они из соски что-то сосали. Поэтому, видите, если шеф ваш все время грызет ручку или сосет, или ваш ребенок, или младший брат, сразу обращайте на это внимание. Это телесный протокол со знаком минус. Потому что тот, которому хорошо, он не будет сосать ручку, палец и грызть карандаши. Почему ребенок бедный в 7 лет или в 6, придя в школу, начинает все грызть? Ну, потому что он хочет, чтобы ему принесли еду, погладили, иногда даже там сменили памперс. А его заставляют считать, писать и так далее. Все совершенно чуждое телесному протоколу. Вы можете представить, что ваше тело читает? Это очень неестественная поза для тела, не годится совершенно. В телесном протоколе мы устанавливаем наши связи для команды. Это протокол пространства. Кому где как быть расположенным. Как музыке идти, ведь вы не так сидите. Обратите внимание, если вы пойдете в группы, в группы, самая хорошо развитая группа с телесным протоколом выйдет отсюда, там диванчик небольшой, и их как раз будет четверо, и они туда усядутся. И это как-то так получится случайно, несмотря на то, что вы сейчас все слушали. Мы не только валяемся, кушаем и вписываемся. Ребенок в два года от того, что он валялся кверху ножками и ползал по поверхности, уже приносил много бед, он вдруг встает и на нетвердых ножках, держась за стул, начинает ходить. С этого момента включается административный протокол. Административный протокол это значит, что тот, кто ползает, он мне подчиняется. И если у вас были бы наблюдения за детьми, а у меня их было масса, то ребенок, который встал, вообще не вставит в грош тело, которое ползает. Поэтому с ясельными детьми очень трудно иметь дело, когда совсем маленьких детей вынуждены отдавать, ну, так называемую, групповую работу. Потому что он на него наступает. Вот он встал на свои нетвердые ножки, а тот рядом еще восьмимесячный ползает активно, по-пластунски, очень бодро и принесет вам очень много, как бы, вреда. Но он не стоит. Понимаете, что такое административный протокол? Это ты ползаешь, а я встал. И получается, у нас в психике и в теле одновременно существует я начальник, я главный. Что такое основная энергия? Агрессия. Вы видели двухлетнего ребенка, который возит стул по комнате? Он так возит стул, что он вам испортит весь паркет. Потому что этим стулом он будет давить. Более того, если вы хотите, чтобы он остановился, надо серьезную силу предъявить. А попробуйте у двухлетнего чего-то отнять. Это очень удивительно. Он настолько вцепится в это и будет держать. Что он формирует в своем теле и в своем еще не очень развитом сознании? Он формирует представление ваше, а не свое собственное. Это моя территория. Вот ребенок ездит на горшке, родители очень ругаются. Сидит на горшке и ездит по всей квартире. Пришли гости. Что он делает? Он еще зверь в два года. Он показывает свою территорию. И наше умение предъявить агрессивное право на территорию – это важный протокол общения. Как он проявляется в группе? Сразу ясно, кто руководитель. Если у вас руководителя нет, счастливо прозябать вам в телесном протоколе. Если вы расположились и говорите друг другу, ну, кто же возьмет на себя ответственность? Значит, ни у кого, кроме протокола кормления, ничего нет. Всегда найдется тот, кто со вздохом условно встанет, как тот ребенок. Основное убеждение – я сильнее. И это имеется в виду в основном сила, под которой мы понимаем волю или в зрелом сознании умение ответить хотя бы за свои слова. Ну и что? Как формируются банды, да? Он меня сильнее. Я ему подчиняюсь. И никаких тут разговоров нет, понимаете? Это совершенно очевидное правило. Если пришел злобный папа и сказал громко, чтобы я перестал двигать этот стул, я скорее заплачу, уйду в протокол телесный и перестану. Почему? Потому что папа меня сильнее и выше. Я как тело это чувствую и ему подчиняюсь. То же самое в отношении иерархии. Если вы в отношении иерархии главной, очень легко подчиняться. Административный протокол очень прост. Протокол является очень формальным. Мы все его знаем. Многие люди им не владеют. Какие люди? Например, ученые. Абсолютно бесполезно призывать ученых к регламенту. Что такое регламент? Это старший вождь, который говорит, что доклад состоит 20 минут. Тем не менее, ученые считают, что телесный протокол о том, что всем душно, неудобно, и вообще противно слушать эту муть. и они уже всем телом показывают слушателей, что это невозможно слушать. Ему безразлично. Ему также безразлично, что сидит администратор и показывает ему таблички. Уже плюс 5 минут, уже плюс 10 минут и так далее. Неумение следовать административному протоколу приносит два следствия для личности. Неумение руководить и неумение подчиняться. Это очень плохо, если у вас в 2 года вашей жизни не сформировались правила подчиняйтесь сильному или становитесь сильным сами. Ну что у нас? Понятно совершенно, что воинский устав, а если что, читай устав, а там курсив-курсив. Начальник всегда прав. Ну, расписание, все прочее, это вам все известно. Едем дальше. Ну, какие есть рекомендации? Соблюдать регламент. Почему важно соблюдать регламент? Если ваш руководитель группы говорит, стоп, это мы обсудили. Сейчас я бегу к посреднику Переслегину, потому что мне надо доложить все эти позиции. А вы двое остаетесь дорабатывать стратегию. Вместо того, чтобы обсуждать приказы, их надо выполнять. А если вы начинаете им говорить, ну, видишь ли, может, лучше я пойду к посреднику. Я вроде как с ним знаком. Вы потеряли кучу времени, не выполнили регламент, и в результате ваш год в игре прошел впустую. В очень многих группах после обсуждения приказов начинается такая ерунда. Поэтому, что такое подчиняйтесь старшим по званию? Это не подавление вашей воли, это подчинение порядку. А за этот порядок, если вы не лидер, отвечаете не вы. И это очень легко, потому что установить порядок гораздо сложнее. Что такое используйте только разрешенные референции? Какие разрешенные референции в воинских приказах? Да, есть так точно. Поэтому говорите только о том, что необходимо сказать. Без чего вообще не обойдется ваше выполнение порядка. Если вам приказывают наступать, у вас кончились люди все, вам придется доложить командующему, да, есть так точно, но у меня нет ни одного человека в батальоне. И это единственное, с чем вы можете выступать при корректировке приказов. Ну вот сейчас мы посмотрим, что такое разница в теле между протоколом телесным и административным. Я попрошу вас на одну минутку сесть, расслабиться, закрыть глаза в своем кресле. Положите свои вещи, выпустите из рук ручки, расслабьте, пожалуйста, пальчики, рук и ног. Не сидите со скрестными ногами, это вызывает напряжение. Пожалуйста, опустите головки на кресло вниз как можно, или свесьте голову, как будто вы старички. Найдите себе способ расслабления. Ну и представьте, что вы плаваете в теплой воде. Почувствуйте некоторые ощущения, кто-то ощутит что-то в ногах, кто-то в плечах, кто-то в спине. Лучше в спине. Почувствуйте, что спина у вас распрямляется и в теплой, ленивой воде плывет, когда вы двигаете руками. Если появились какие-то ощущения в теле, хорошо. А после этого, по моему сигналу, на счет раз, встаньте максимально резко, как только можете. Раз! Садитесь, спасибо. Почувствовали разницу между протоколами? Вот это разница между протоколами. Телесным. Все удобно. Время бесконечно. Пространство мне подчиняется. Я административный. Копайте от забора до обеда и быстро. Есть только одно, как бы важное слово. Бегом. Вот, как бы спасибо вам. Вы встали очень хорошо. Попробуйте аудиторию какую-нибудь нераскачанную на деятельность. Попросите это сделать. Они все встают, вот особенно интеллигент у нас питерская этим отвечает. Вот она вот встает, такая вся барышня 30 минут. Вот это административный протокол. Да, не будет ни подчиняться, она вас изнасекомит своими обсуждениями ваших приказов. И не сможет никогда руководить, потому что вот с такой, всей вот этой мышью белой никогда руководить нельзя. Ну и что, ведь люди же не только волей управляют, да, и своим телом. когда-то наступает разум, и бедный наш ребенок в два года, в два с половиной, в три начинает говорить. Вы слышали, как дети начинают говорить? Это ужас. Вот он говорит, аптека, 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 сколько можно аптек? Столько, сколько на московской улице и есть, а много есть. Научился произносить слово аптека, машина, машина, машина. И еще много чего почитай ту же книжку 25 раз одну и ту же, почему-то нравится. И вы толдычите это все ему, потому что это ваш любимый ребенок. И вы ужасно радуетесь, да, что он начал говорить. Еще есть такие умные родители, которые учат тут одновременно английскому языку и немецкому плюс. Ведь два с половиной года это прекрасный возраст усвояемости, многие психологи так считают. Боже мой, чтобы тело забыли навсегда, и после этого выросло что-то совершенно неудобоваримое из научного сообщества. Вот. Поэтому вот думайте сразу, что если у вас как бы тело не включено, речь появилась, и вы абсолютизируете эту речь, вам же кажется, что когда ваш ребенок говорит, он умный, нет, он хочет вам понравиться, неправда, ваша тетенька. Совсем он даже не умный еще, он просто повторяет слова. Он номинализует реальность и оформляет ее в семантическом пространстве. И если вы только на это поставили, он чтобы нравиться маме и папе, родственникам и так далее, из-за разной и другие преференции, потому что его тело еще из телесного протокола понимает, что за это хорошее бывает. Это знаете, что такое наука? В Советском Союзе наука это было удовлетворение своих потребностей, амбиций и удовольствия за государственный счет. А потом в Синии почему-то закончились, им перестали платить бабки. Как же это получилось? Ой, обиделись ученые, до сих пор обиженные ходят. Вот в Митровограде я, например, слышала такую позицию. Вот я уйду. Это инженер, ему 70 лет и ученый. Я не оставлю учеников и пусть они подавятся. Но это извращение какое-то, друзья мои. Мы уже в другом времени живем. Я, конечно, понимаю, что я стою на позиции инженеров в противоречии инженер-менеджер. Но все-таки нельзя же так. Вот что такое абсолютизировать научный протокол. Смотрите, в этот момент у ребенка формируется картина мира. Но он же только слова называет. И чтобы эти связности возникли, надо не просто много слов узнать. Вот когда вы читаете сегодняшние СМИ, если, не дай бог, иногда заглядываете в интернет, это очень плохо, но с нами со всеми это происходит. Вдруг за что-то зацепимся. То там вот и происходит вот это вот болтание детей в возрасте ну, трех там лет, двух с половиной. То есть там слов называется много. Смысла никакого нету. Логики нет. Но, тем не менее, все это бодро произнесено. Для чего? Чтобы понравиться. Кому? Ну, я не знаю. Путину, Медведеву, правительству, своему начальнику, людям. Очень много слов произносится. Но, тем не менее, многие научились так здорово складывать слова в предложение, что сформировали свою картину мира. То есть они подложили под это еще серьезные вещи. И что у нас случилось? У нас случилась российская и мировая интеллигенция. то есть все это эмоции. Это все это эмоции, когда докладывают, что нет войск. То есть все хорошо, но наступать нечем. Вот. Или главврач говорит, все понятно, надо открывать новый центр, но у меня нет ни одного специалиста, который этим занимается. ну вот, что говорится, это все эмоции. Ведь же стратегический план. Какой стратегический план? Если некому руководить, неким руководить, и вообще в это место люди никогда не пойдут лечиться. То есть это я телесный протокол определила и административный. Если у них пусто, научные тоже не работают. Дальше. Если не определены понятия, вы дилетант. Люди, я дилетант. Я живу чувствилкой и опытом, который в образных картинках пытаюсь вам передать. Возможно, вы возьмете осколочки. Все. На этом моя научность заканчивается. Но наука преобразует общество. Ребенок в три года своими словами и пониманием смысла этих слов начинает преобразовывать мир родителей. И это очень классно. И поэтому, когда мы говорим наука, мы должны понимать, что есть наука и наука. Есть рейтинги произнесения слов и номинализации. А есть сущностные описания процессов, что происходит. Почему мы говорим, что у нас такой умный ребенок? Потому что он в три-четыре года сказал «Мама, дядя Петя не любит тетю Галю». «Откуда ты это взял?» спрашивает он. «Ты же их никогда не видел». Но на фотографии мама они смотрят в разные стороны. Говорит мальчик. Мама говорит «Папе, слушай, ты знаешь, скоро наш сын определится, что мы с тобой уже два года как живем в разводе?» Потому что он видит, что здесь сделал мальчик. Он понял суть. Причем такую суть, которой взрослые думают, что ребенок идиот, скрывают. Вот ученый он такой же ребенок. Он отказался от лишнего и понял суть. Смотрите, основное убеждение все измеряемо и все моделируемо. Это значит, что когда вы выходите в стратегическую игру, вы должны выкинуть лишнее из своего маневра и сказать «Все можно отстратегировать, можно построить такую модель, где противник ошибется. Мы только должны знать, что лишнее, на какой критический ресурс мы рассчитываем и так далее». И здесь, конечно, в этом протоколе мы обсуждаем, в чем трагедия игры в том, что нам одновременно надо использовать административный, который противоречит научному рассуждению. Ведь что такое административный, когда ребенок сказал, что дядю Петю не любят тетя Галя, ему надо что сказать с точки административного административного отстань. Вот и все. Вот и вся ваша сущность рассуждения. Поэтому ваш лидер может сказать отстань своему инвентонарию, потому что через три минуты посредник Переслегин перестанет ваши прекрасные модели принимать. Но мы же не все сидим в научном институте, в административном протоколе в мафии или в обществе, где есть молочные реки с кисельными берегами на телесном протоколе. У нас есть и продолжение. Ну вот это что такое научный протокол? Это бесконечно уточняйте понятия. Ну постарайтесь как бы придерживаться силы логики вот спрашивайте а что вы вы имели ввиду сказать под этим замечанием то есть как будто отнимая у оппонента необходимость сообщить что вы идиот то есть реагируйте на критику спокойно то есть вас опустили ниже плинтуса а вы говорите ну это он делает ради научной истины вот а в некоторых случаях надо было морду дать но вот это научный протокол он этого не позволяет вот так получаются с но мы же с вами культурные интеллигентные люди так придают свою страну на научном протоколе потому что ну послушайте мы же за научный бэкграунд послушайте мы же люди вообще мы же космополиты и если мне в Америке лучше как бы жить и работать ведь это же для научного сообщества а наука то она всемирна и начинается вот это бла-бла это очень тяжелое противоречие между административным протоколом который требует занятия позицией и компромисс есть любой хуже любой из альтернатив и научным который говорит все мы люди все мы принадлежим научной элите нашей вселенной да только научная элита пока к сожалению очертана границами и бывает русская и американская и ничего с этим пока не сделать и мы каким-то образом должны удерживаться в том что построя свою картину мира в научной парадигме мы все-таки должны знать что где-то должны занять позиции ну ведь смотрите после так называемых научных сообществ вот у нас в СССР было очень много НИИ и у нас знаете пугали вот еще наше поколение пугали будешь плохо учиться не поступишь в институт и пойдешь на рабочую сетку что плохого было в рабочей сетке до сих пор я не пойму потому что там платили больше а инженером в НИИ пойдешь получали мы ну от 110 до 150 рублей это не очень высокая зарплата но прожить на нее было можно тем не менее зоной престижа было пойти в инженеры и потом в ученые а так нас пугали а в Америке в это время дети очень сильно обеспеченных родителей собирали мусор и это все было технологизировано и получали из-за этого свои карманные деньги а нам наши мамы советские давали один рубль на неделю на обеды 20 копеек стоило мороженое 16 копеек стоил школьный обед поэтому вполне можно было собрать товарищу на мороженое если у него не было потому что на мороженое 19 стоило поэтому смотрите что делает Америка она говорит что вы знаете от того что у вас блестящая картина мира или как мы любим говорить если ты умный шо ж ты не богатый и они ввели совершенно другой протокол как известно у нас в СССР психологии не было бедная Аушера Агустина Вичути которая перевела в общем на достаточно базарном уровне Карла Густава Юнга психологические типы на язык неких социальных взаимодействий создала соционику она произвела просто фурор в советском обществе 80-х годов потому что она сказала вы знаете помимо того что все должны быть учеными и инженерами люди еще индивидуальны и различаются в своем восприятии мира вот я сейчас на вас смотрю и вижу прекрасные особенности каждого из вас индивидуального мышления вот у нас 23-26 будет как бы длинные занятия с экспертами с предложением от нас к вам определенных институциализированных уже нами структур для того чтобы как-то нам с вами прописывать общий образ будущего вот и вы можете там от них отказаться сказать что это вообще какой-то маразм а к каким-то присоединиться и так далее но смотрите это совсем другой подход он не имеет отношения к науке он учитывает вашу индивидуальность и ваши интересы смотрите у американцев в школе начались игровые методы начался транслироваться индивидуальный подход то есть у нас была школа Иосиф Сталина долгое время советская школа держалась на этом так учитель всегда прав я подхожу ко всем объективно если 4 ошибки то 2 если 3 то 3 и так далее ну как бы все нормально не приветствовалась ситуация о том что какие-то индивидуальные особенности личности учитываются у американцев им пришлось очень туго вы представляете что такое школа белые негры и еще латиносы вы не представляете потому что в России были всегда если и были противоречия то только бинарные да еще у нас были сплошные все русские то есть была предъявлена идентичность такая и у нас противоречия зрели внутри это я имею ввиду 70-е 80-е годы а американцы столкнулись совсем с другой проблемой им надо было научить в одной школе а они били друг друга смертным боем и убивали и у них рано стала задача что такое натурализация мигрантов и они за 30 лет эту задачу решили через конфликтологический протокол смотрите что такое конфликтологический протокол это значит конфликт есть раз мы его признаем рефлектируем два а не говорим что конфликта нет все нормально это они случайно друг друга убили и там еще 25 случаев и все по одной схеме но все случайности это у нас было очень принято в советской идеологии ничего не было поэтому у нас возникали возникают и возникали серьезные противоречия как только мы перестали переходить на американскую систему ведения жизни бизнеса то сразу все начали орать а что это такое индивидуальный подход мы превратили в полные сопли то есть опустились на телесный протокол и перестали учить детей вообще вот дальше конфликтологические семинары которые проводили американцы у нас и проводили очень качественные хорошие я все это застала это вот 90-е годы они к нам ломанулись причем с приличной целью вы знаете у нас есть хорошие практики возьмите их половина наших психологов их не взяли половина взяли ну как-то началось развитие решение конфликтов понимаете не заметание их под ковер а решение что такое решение конфликтов это значит что мой противник мною уважаем вот понимаете какая разница ученый он один у него есть картина мира и он что-то в ней открыл он один условный гений рядом с ним другой такой же гений они могут быть согласны по определенным элементам картины мира но вдруг когда оказалось что их позиции уже очень близки они разошлись в одном моменте относительно блаженного августина и все здесь позиция гораздо более четкая все люди достойны уважения раз у всех есть интересы мы можем договориться не обо всем и на этом не обо всем дальше творить вот все это совместное творчество взаимопомощь это основная энергия и конечно наступает вот тот момент где мы возвращаемся к стратегии которая прописана как раз у Сунзы и вам надо это учитывать в игре если вам независимо по каким свойствам и качествам нравится параллельная команда которая играет за совершенно неудобоваримую вам по политическим событиям страну помните что сегодняшний противник завтра будет покупателем послезавтра союзником а с человеком можно договориться то есть вот эта девочка к нам тяготеет не будет ли она нашей шпионкой это нормально понимаете это нормально в бизнесе это учтение интересов это измерение человеческих особенностей и желание поставить эти человеческие особенности себе на службу вот это мир сегодняшний человек который владеет конфликтологическим протоколом понимаете он может поссориться и помириться что такое научник ты предал шиву это навсегда вот это большая разница понимаете между научным протоколом они все время поминают друг другу что в запрошлом как бы веке ты еще говорил что придерживаешься другой трактовки там теоремы смотрите конфликт это интересно это разработано это часть нашей жизни потому что конфликт это маленькая война как мы ведем себя в конфликте ну вот посмотрите у нас есть несколько способов понятно все видели акул что такое акула мои интересы или никаких наезжайте на человека используйте самые что ни на есть как бы нелицеприятные вещи добивайте его на глазах у изумленной публики акула я хочу съесть все то есть все твои интересы должны стать моими это решение конфликта да как называется нет противника нет проблемы это решение конфликта многие люди так действуют дальше едем вниз от акулы избегание это очень популярный способ решения конфликтов в научной среде ну ладно ладно не будем говорить на эту тему больше это называется постоянное мерцание конфликта справиться с этим очень трудно с акулой легче во первых на каждую маленькую большую рыбку найдется рыбка побольше это против акулы у вас всегда найдутся такие же аргументы обесценивающие интересы этой акулы вам ее придется съесть или заманить ее в ловушку где она будет долго рассказывать по телевидению а сами выступать уже совершенно в другой позиции акула проста она хочет все и часто не получает ничего а вот с избеганием очень трудно бороться это избегание устраивает человек который сидит в научном протоколе и всего боится он также не усвоил административный он говорит ну мы избежим этой темы этой темы и как-то согласуем с вами некоторые общие позиции хорошо ты мне денег должен но не будем об этом говорить это очень сильная позиция в конфликте вы думаете что это очень как бы легко с этим справиться нет потому что человек находится в этой позиции поэтому если у вас в группе нашелся тот который говорит ну ладно я не согласен но я останусь трясите его как грушу потому что он развалит вам группу он растащит ее на две единицы а вас всего-то трое то есть это ужас какой-то с избеганием надо бороться надо как бы заставлять проявить интересы да пожалуйста на игре похожего типа чем то что у нас будет сегодня полученный человек играющий в Европейский Союз в начале юртикского посредника я играть не буду с этим справился то есть реально по конвей игры вот она вполне возможно и выложена на сайте знаний в реактор поэтому можете посмотреть там очень интересные были выражены позиции взрослыми людьми с избеганием трудно справиться вы еще молоды решайте избегание за счет пассионарности за счет того что вы привлекаете каждого за счет того что вы уважаете и того кто избегает смотрите конфликтологический протокол это протокол уважения что такое уважение ты тоже важен хорошо на развилке противоречия между нами я построю проект то есть если у нас как бы есть такая команда где один лидер а все остальные в избегании команды нет они собираются потому что от этого лидера можно снять немножечко энергии в каком они протоколе сидят в телесном они от него питаются а потом говорят ой нет 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 вот на это мы пойти не можем знаете когда мы делали программу знаний в реактор вот нас с Сергеем полностью предал наш собственный имперский генеральный штаб кроме начальника штаба то все сказали ой 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 ну что-то вы придумали но это вот совершенно нам не важно не интересно и так далее вот и мы года три бились совершенно людьми которых которых поставили перед фактом что вы жертвы эксперимента и так получилось кроме начальника штаба Филиппа Дельгиада который почему-то сказал это настолько безумная идея что я конечно ее поддержу и буду с вами стратегировать теперь все говорят о так это отлично отработанная технология это нормальное поведение и надо ожидать если вы лидер надо ожидать такой позиции и надо уважать ее вы думаете с ними поругались нет теперь они пришли обратно мы счастливы это нормально что такое присоединение тихая вот этот мишка да 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 конечно это еще хуже чем избегание делать ничего не будет он согласен с твоими мыслями а дальше ему говорят ну тогда пойдем на площадь он говорит нет что ты мне тещу на дачу вот это самое страшное вы думаете что этот человек как бы с вами по гроб жизни он действительно все время ко всему присоединяется а зачем лапки оторвали где он не пошел на площадь да вот и как бы вот так ну что у нас еще есть в середину отправляемся да видим там лесу это очень популярный стиль поведения называется компромисс и нашим и вашим ну это наверное самая большая беда нашей с вами политики экономики бизнеса антологии и так далее люди любят компромиссы немножко поругать немножко похвалить цели не добиться но зато эффективно подвигаться компромисс это вот всегда хуже любой из альтернатив и очень сильно путает позиции если у вас в союзниках компромиссные те которые говорят вы знаете мы не можем удовлетворить все ваши требования то есть мы с вами но при условии этих условий так много что точно видно что их не выполните и что же оказывается оказывается что они переметнулись к вашему противнику и говорят ну видите вы же не выполнили условий поэтому ну ничего такого бизнес есть бизнес компромисс очень опасно поэтому если у вас военная ситуация вам придется выйти на предъявление позиции и попросить человека заявить позицию что такое с нами не с нами будешь не будешь готов ли выполнить приказ о конкретном действии или готов возглавить меня если я как бы отсутствую вот есть предъявление позиции тут никуда не денешься это обычно все хорошо слышат иначе потом начинаются такие разговоры которые прописываются в истории человека и уже это пятно не смыть что ж ты княже говорил весело и дерзко говорил что лучше смерть нежели полон вся дружина полегла возле речки мелкой ну а князь пошел в полон из седла в седло вот и компромисс какой есть позитивный момент в конфликтологии это сотрудничество что такое сотрудничество это безусловное уважение своего противника что такое безусловное вот я в этом его уважаю а в этом он сволочь вот это не бывает бывает либо уважение действительно он важен во всем в его недостатках в его агрессии в его активности действия в каких-то его слабых точках в каких-то его сильных точках в его стратегическом маневре и так далее только в этот момент сотрудничество имеет какое-то значение и поэтому протокол сотрудничества это протокол нашего аэродрома подскока в следующую фазу и если у нас в бизнесе устанавливается сотрудничество что такое сотрудничество это совместный труд без разговоров что же делать мы в одной лодке я тебе доверяю я вижу твои позитивные свойства будем делать вместе я также учитываю что ты можешь ошибаться я могу ошибаться но каждый из нас будет выполнять работы по строительному подряду этого здания ну по своей совести вот что такое сотрудничество что такое требование эффективного конфликтологического протокола когда вы найдете в интернете фамилию Дебора Кляйн или Клейн вы можете почитать все что касается самой продвинутой американской конфликтологии это действительно очень хороший вклад в этику будущего будущего государства будущего сообщества будущего гражданского общества и так далее что у нас есть обычно обычно мы киваем на общественное мнение что это значит ну вот вы слышали наверное от своих родителей да что ты говоришь все мои соседи мои сотрудники мои коллеги же так думают что ты несешь несешь совершенно противоположно не надо кивать на общественное мнение СМИ прессу и на всех людей а также на религиозные принципы просто возьмите на себя ответственность за то что вы говорите говорите что это ваша точка зрения дальше если вы высказываете свою точку зрения а она альтернативно обществу вообще не подходит вы тут сдуру словили дикую карту не думайте что общество побежит за вами просите их присоединиться к вам вы можете обратиться к консервативному обществу консервативному человеку консервативному вашему родителю или вашему младшему или вашему ученику обратитесь с просьбой поддержите меня и будьте готовы что кто-то поддержит а кто-то вам откажет почему он откажет ему страшно он не хочет это противоречит его убеждениями уважайте уважайте его право жить в той реальности в которой он живет тогда вы достигнете цели дальше если вы говорите с человеком в конфликтной ситуации не говорите в третьем лице это ужас вы всегда обращаетесь к человеку по его имени призывая номинализацию его ценности это имя поэтому когда вы хотите выяснить не говорите ему ты назовите по имени или ласковым словом если это член вашей семьи выделите сущность проблему проблемы а не говорите намеками о том что вот я всегда знал вот эти вводные слова уберите они никому не нужны к сущности не имеют отношения мало ли того что вы знали всегда это полная ахинея используйте я сообщение вместо ты обвинения это очень трудно почти невозможно тренируйтесь это практика которой надо тренироваться если вы готовитесь к конфликту попробуйте сформировать вместо ты обвинения что такое ты обвинения когда ты делаешь так у меня повышается давление это ты обвинения то есть и такой гад повышаешь мне давление попробуйте переформулировать эту фразу так чтобы это было я сообщение без ты обвинения будьте открыты когда слушаете то есть слушайте не то что боитесь не хотите и так далее услышите а то что вам говорят до вас могут хотеть докричаться помните что если вы заявляете я сообщение человек тоже может заявить я сообщение а также он может не уметь работать в технологии я сообщение и критикуйте пожалуйста проблему а не человека что такое критиковать проблему это значит нападайте на нее обозначайте ее и в нее кидайтесь дальше едем вот эта штука очень ценная написанная в детских книжках по образованию и категорически не освоена нашими психологами политологами и в значительной степени не освоена нами это очень трудно приказы приказы и команды особенно если вы находитесь в позиции руководства выполняются очень плохо почему потому что человек привык чтобы его уважали за его научный протокол например и поэтому вам надо думать как сформулировать приказы и команды если это просто приказ бегом он воспринимается только на административном протоколе а мы высоко с вами сидим мы забрались на уровень фарсайта совещательного бизнеса договоренностей поэтому приказы и команды на этом уровне воспринимаются плохо и вам придется сформировать на этом уровне приказы как ваше я сообщение с вашими я пожеланиями и с возможностями получить отказ дальше совсем очень хорошо воспринимаются на административном уровне предупреждения и угрозы и очень плохо на уровне совместного бизнеса поэтому сейчас когда ученый вдруг со стратегической рамки говорит давайте мы их напугаем да они с вами разговаривать не будут имеющие я имею ввиду бизнес элиты поэтому предупреждения и угрозы своему правительству бессмысленны вот тем более смешно оформлять докладные записки со стороны ученого сообщества лицам принимающим решения в виде советов и готовых решений это совсем смешно смотрится они живут в другом мире они живут в мире интересов стяжек и противовесов конфликтологического протокола то есть умение уважать интересы семьи господина Лужкова например и так далее а вот тут с готовым советом и решением давайте все приватизируем и разделим на всех а науке дадим на 30% больше не годится доказательства и логические доводы очень плохо воспринимаются в конфликтологическом протоколе уважать человека который управляет большим бизнесом а вы нет вы вообще от него никогда не получите ничего обзывание и высмеивание тем более не годится а этим страдают люди из научного протокола считая что они должны иронизировать над всем тем что другие люди в общем-то не понимают их научной терминологии это просто неуважение к людям наоборот нужно постараться объяснить на обыденном языке то чего не понимает ваш потенциальный спонсор сочувствие на словах и уговоры вот это я наблюдала очень много разных совещаний когда человек уже понял что как бы не дадут ему ни средств ни преференции и так далее он начинает выражать сочувствие а человек может в нем не нуждается и уговаривать а может быть вот этого еще немножко это беда если вас конкретно спрашивают о том что вы сделаете и за какие деньги совершенно бесполезно отшучиваться и уходить от разговора денег не получите заказа тоже вот бессмысленны пустые извинения некоторые научники приходят в кабинет начальника и начинают долго и пространно извиняться за то что начальнику и так очевидно это только теряет время начальника что такое выспрашивание и расследование это очень опасно для отношений дети и родители если ребенок сказал что он ну вот оступился совершил такой проступок и так далее есть родители которые достанут его выспрашиванием и расследованием и выяснением а как это было в подробностях это неуважение личности ребенка он пришел и уже сказал он сказал родителям это фактически покаяние тем паче страшно это в семейных парах если человек уже признался может быть проступок был сильный вообще не расспрашивайте его ни о чем еще хуже интерпретации это смотрите как страшно вот что-то сказал муж жене что вот он тут вот сильно променился проштрафился и вообще теперь денег должен мало того чтобы спрашивать и расследовать а как же и в каждый момент подчеркивать что он здесь был плох так еще интерпретировать откуда он это взял и кто в этом виноват то есть это трата времени которая является паразитным следствием научного протокола в конфликтологическом если вы вышли в конфликтологический протокол вы уважаете всех людей априори они важны значимые вы с ними играете едем дальше метафорический протокол протокол внутреннего ядра реактора протокол всех раскрученных стай мыслительных групп хороших спаянных компаний очень простой да протокол это протокол обмена метафорами вот здесь только мы переходим к вам к обмену данных смотрите на предыдущем протоколе конфликтологический происходит обмен интересами вот мой интерес вот твой интерес давай попробуем соединить их вместе ой не соединяется ну что ж разошлись нет вот в этих частях нормально мы будем в частях вот это конфликтологический здесь такая ситуация я понял я тебя услышал сейчас еще додумаем стой стой дай мне я теряю сейчас мысли хорошо еще мне подай вот здесь подачу говори вообще все что угодно то есть вот это протокол доктора хаоса все нормально совершенно ему нужна группа каждому из нас нужна группа для мышления есть гений мыслители куда они падают научный протокол такая энергия понятно все написано что мышление совместное мы проживаем одну мысль вместе вот для меня самым прекрасным определением мышления вот со мной поделился Андрей Всеволодович Парибок он сказал что процесс мышления это проживание пойманной мысли как своей вот для меня это очень близкое определение а здесь проживание спектра пойманных мыслей как своих как единых да общее основное убеждение там где говорят двое есть я между ними имеется ввиду бог а может у вас не бог может у вас вселенная то есть есть промежутки которые заполняются посредством нашего совместного действия то есть между нами есть еще что-то помимо наших индивидуальных мыслей это очень прекрасный протокол он хорош как любовь потому что это возникает коллективное откровение ну откуда из какой потребности понятно растет мы потребны в дружбе любви признание себя очень как бы актуальными в этой дружбе и так далее поэтому есть научные группы которые работали в метафорическом протоколе и там нет разницы кто сказал старенький профессор или совсем еще молодой лаборант и разница в метафорическом протоколе что он прежде всего ориентирован на разновозрастные группы вот мы имеем счастье работать в разновозрастной группе в нашем имперском генеральном штабе мы старше Сергея Борисовича и у нас есть те которым 40 30 и сейчас у нас отдельная образовательная программа Артем Васильевича Желтова он учит тех которым 20 и у нас получается вот такое межгрупповое мыслительное действие в метафорическом протоколе это огромное удовольствие ну что здесь что такое метафорический протокол это протокол игры ловите метафоры в игре даже если вы все проиграете за свою страну вы можете поймать метафоры будущего эти метафоры будущего могут возникнуть в вашей группе а может быть в другой особенно ловите то что какие прозвучали идеи или удачные формы с мыслями играйте метафорами управляйте что значит управляйте метафорой так метафора звучит хорошо звучит хорошо что это может быть какой продукт такой такой не такой но этого спрошу он совсем безумный то есть отлично ты мне подсказал идею спасибо ты из другой группы ой ужас какой ну ладно пошел я в свою дальше генерить все хорошо кто-то перепутал метафорический протокол потому что протокол игры дальше едем да да на всякий случай если кто-то из вас читает книгу братья в субботу понедельник начинается в субботу собственно говоря там покажем наручная группа которая работает метафорическим протоколом помните когда они расследуют и как они выстраивают эту картину когда один кидает мысль другому другого ее подхватывает отрабатывает это отметается это остается и потом они как бы сравнивают с этим итогом и потом аккуратненько уже говорим посторонним и начинаем получать итоговый результат можно как образец обратиться именно к этой книжке и посмотреть как работать на творческий протокол дальше нам некуда идти потому что уровня квантового протокола в сообществах не прописано это такой же протокол игры только протокол игры с миром вот представьте себе что мы сейчас с вами ну по крайней мере я так подозреваю занимаемся серьезной прогностической деятельностью и используем для нее игровые формы эти игровые формы есть у нас знание реактор расстановочная игра стратегическая игра какие-то организационно-деятельностные вещи мы играем на локальной площадке наш масштаб управления событиями очень невелик а представьте себе что мы играем за жизнь человечества на этой земле или находимся в позиции инопланетянки марсианки Клеры которая вот заявила свою рефлексивную позицию вчера тогда нам придется отвечать за все то есть этот глобус не нравится дайте другой он кончился ну глобализация его съела он кончился нам надо куда-то выходить в космос и оттуда рефлексивно наблюдать а что же нам делать с этим шариком это протокол брахманство это когда вы сидите спокойно в кабинете в своей пустыне в своем бункере аль-кайды на марсе и проделывая мыслительные упражнения меняете реальность это тогда когда с вами вместе в другом бункере или в другой пивнушке сидит Переслегин Ютановых двое все в разных и между вами возникает физически спутанные состояния это значит что когда это четверка людей которые у вас здесь преподают сколково до зарезу хочет построить будущее и когнитивное и следующий мир а не откат в предыдущий это значит что они может быть когда-то этого еще нет достигнут такой интенсивности спутанности своих состояний что посылая из разных точек эту паутину на нашу землю таки да локусы будущего нам нужны возникнут в разных странах может быть в тех которые нарисованы вот здесь на плакате вы их сегодня сыграете ну да это амбиции космополитизм так весело рассказывать о том чего еще нет какова энергия связи это энергия связи социусистемы со вселенной что это значит что мы с космосом едины а если мы не доросли до того чтобы понять это единство то приходится очень быстро расти мы хотим быстро подрасти поставить вас на плечи чтобы вы прыгнули и это ну эту энергию связи постигли а также неохота приносить вас в жертву потому что мы очень поэтому мы очень сильно думаем ну вот эта вот фраза которая написана здесь всякая вещь предназначенная для определенного действия не может сама сделать себя не предназначенной для этого действия это теорема о предназначении она по-разному звучит в разных писаниях совершенно понятно что можно уже сейчас а может быть и должно находиться в такой парадигме что мы имеем с вами не только сущность но и миссию то есть цель и каждый из нас от этой миссии избавиться никак не может он может передать его следующему поколению поэтому не осознавать миссию свою это ваш личный выбор никто не принуждает но тем не менее мы не можем освободиться от того что на нас села как говорит Петр Щедровицкий если она на вас села ну ребята все если мы работаем с этим уровнем осознания значит нам хочется взять мир окружающий в долг под проценты чтобы в ладонях держать ощущать тяжким дыханием пульс континентов чтобы потом раздавая долги сердцем и памятью стали богаче вот какая потребность ну потребность по маслоу самый высокий уровень самоактуализации а управление пределов это мы написали это мы когда-то слушали лекцию Владимира Африкановича Никитина он к вам приедет 23-24 о том что существует война подходов мы ее с вами сегодня будем играть да это война подходов подходов к технологическому рывку который может и не сработать а есть война пределов каковы пределы нашего технологического рывка чтобы вообще нам не рухнуть вместе с цивилизацией вот пределы это следующий уровень после подходов ну а ниже там уровня идет война территории и так далее ну вот несерьезные вещи ой какие требования очень смешно это все делал Сережа Переслегин он думает что если все свести в табличку то это возникнет не возникнет пока но он написал что случайности и совпадения важны да важны ловите синхронизмы наши друзья из команды основателей называют себя хронотопами и немножечко уже топают на этой полянке это очень симпатично управлять временем я ими восхищаюсь сама не умею но тем не менее мы обращаем внимание на случайности дальше ну вот здесь представлен список референций какие бывают у нас референции это в общем-то уже конец куплета вы это прочитайте сами что у нас происходит когда вы работаете в игре в компании в коллективе или какой был очень замечательный умный вопрос мне кто-то задал вчера на тему как создать стаю или домен ну вот здесь вот это где-то ответы на эти вопросы для того чтобы создать стаю и домен надо знать все протоколы и подозревать о наличии квантового вот чтобы создать стаю и домен нужно верить хотеть стараться делать думать и для начала возможно все это одновременно стаю и домен не возникает если у вас нет друзей и нет потенциальной потребности в создании привлечения людей смысла нет никакого один как бы в поле не воин здесь и поэтому здесь мы как только мы ставим задачу о том что во имя своей миссии великой цели или просто приколоться мы создаем стаю или домен то мы начинаем играть с протоколами ну что у нас может получиться прежде всего вы хотели работать на протоколе интересов тогда вы точно создаете не стаю не домен а коммерческую фирму что в общем-то не помешает вам создать ее совершенно великолепную с прекрасными отношениями и начало японских корпораций были таковыми жаль что в конце случилось похуже вот поэтому вы как вы играете с протоколами у вас бывает что протокол необходимо понизить когда нужно понизить протокол когда кроме вас никто не поддерживает ваш то есть если вы собрались делать бизнес а остальные все у вас в системе научники у вас все пропало вам придется опуститься на научный протокол и долго и нудно объяснять в логике сотрудников в логике такого вот здравого смысла вам придется вот то что они должны делать и как иначе ничего не получится дальше ваши научники могут не услышать вашей логики потому что они знают другую логику и у них вообще все хорошо с понятийным аппаратом у вас плохо тогда вам придется сказать бабла не дам делаем это это какой протокол административный если у нас ничего не работает мы очень быстро падаем по протокольности поэтому в знанием реакторе есть ведущий он говорит стоп стоп перегрев метафоричности зачем мне столько метафор вы улетели то есть дальше сразу надо с метафор прыгнуть куда в конфликтологический так что полезно для людей конфликтологический протокол это что проект мы можем вытащить отсюда ребята так в этой идее что есть для людей для моего бизнеса для бабок все очень конкретно для моих интересов иначе вы нагенерите то что вам самим как бы в этом мире в котором вы нагенерите может быть противно жить потом самим если это не прописать в территории социума дальше что в научный протокол так послушайте а не противоречит ли это тому что земля круглая тоже вообще проверить надо потому что у нас все время изобретают в реакторе вечные двигатели второго рода то есть это ненужные как бы изобретения они уже много раз были сделаны ну первого тоже теперь у нас было несколько таких вот замечательных совершенно вещей которые тренируют на метафорический протокол например это можно попробовать в компании если вы создаете стаю группу и так далее вот говорить пословицами поговорками говорить стихами мыслите так что оформлять свою мысль в стихи это не получается реакторная работа но получаются совершенно невероятные состояния близкие к спутанным ну реплики в форме песен в форме анекдотов цитат и так далее ситуациями что это значит это значит что вы метафоризируете конфликтологический протокол это очень классно вы на каждую ситуацию даете либо альтернативную либо достраивающей потом мы пробовали не говорить в реакторе то есть подавать только знаки рисовать какие-то схемы ну вот собственно пиктограммы движения показывать и так далее все это способствует формированию метафорического поля дальше ну что тут написал Переслегин я не представляю боже какой кошмар ну посмотрим что написано в звездочке когда мы работали вместе вот с научниками то они на метафорическом уровне задали очень важные ключевые вопросы для самостоятельного перехода по уровням то есть вот у нас такая ситуация казалось бы как хорошо что я тебя услышал понял твою идею а это был кстати двигатель второго рода конечно и вопрос зачем я тебя тебя услышал то есть на кой черт мне то это было то есть что у меня такого есть плохого в моем механизме мышления что я от тебя услышал эту ерунду это саморефлексия вот у нас даже вешали на футболках надписи программа совершила недопустимую операцию будет закрыта это про тех людей в реакторе которые выступают в метафорическом протоколе на уровне капитана очевидность дальше спасибо что нажали кнопку самоуничтожения это значит прекрати наконец уже третий круг мы осуждаем эту чушь вот и наконец у нас было двухминутное удаление из пространства коммуникации то есть человека просто выносят из этого из помещения и говорят вот ты там прохладись когда ему двухминутное удаление когда он очень хорош или очень плох это видит обычно служба безопасности вы понимаете это нормальная работа он не обижается потому что это особенности функционирования еще не очень типичной коммуникации вот то есть мы одну группу просто отправили а реактор мы вынесли из середины и отправили на улицу погулять а потом про них забыли и продолжали дальше они пришли и говорят а что вы нас не позвали ну пока они там прохлаждались мы уже были в другом процессе они принесли очень много интересного несмотря на то что вот обижены были страшно они же ждали административного указа снова вернуться а мы их послали и забыли такое бывает это принесло пользу понимаете такое поведение не предполагает что мы на банальном детском уровне обижаемся за то что нашу идентичность так грязно отправили на улицу вот этого уже нет уровень метафорического протокола предполагает что все что делается делается к лучшему у нас есть штабные протоколы почему административный понятно в штабе должен быть командир почему научный понятно думать должно строить измеряемые модели схемы стратегемы и так далее нужно вот стратегический момент то есть в самом штабе может быть стратегический отдел это во-первых штабной собственно штабная работа что такое в штабе должен быть хотя бы командир начальник штаба и комиссар комиссар человек который отвечает за людей и обязательно должен быть в штабе метафорический протокол потому что если вы не выходите в позицию Иосифа Сталина да позиция назовем это смотрите это метафорический протокол назовем эту операцию багратион вы понимаете что такое здесь метафорический это номинализация операции завязывания с путанными состояниями того что было штабе должен быть хотя бы один гиль ничего не поделиться вот ну инженерный протокол вот смотрите инженерный протокол обязательно опирается на конфликтологический потому что он учитывает интересы прежде всего того кто тебе сказал что это делать надо с ним его очень хорошо понять а что ему действительно нужно поэтому если ты как инженер ему приваришь не в то место трубку а потом будешь говорить о том что ты мне так сказал не поможет и трубка не будет работать и так далее поэтому инженеру надо очень серьезно работать с тем кто ему заказывает деталь а это может быть человек который не владеет никакими протоколами и он должен уважать своего заказчика выспрашивать его адресовать ему я сообщение и так далее всячески чтобы понять а какую штуку ему надо сделать зачем метафорический протокол чтобы выйти в другое пространство там это изобрести а потом это сделать потому что инженер изобретает сначала в Эйдосе ему сначала снится это а потом он берет и делает это вот в Дмитровограде ходят один с болгаркой другой со сваркой вот им показывают на проволочке двум мужикам ну явно без высшего образования на проволочке показывает вот такая кракозяба изогнута и говорит вот вы знаете вот здесь трубу там вообще немножко радиация вот надо вот так вот выгнать вот здесь сварить вот так они говорят поняли и делают так когда у них происходит Эйдос когда это все в голове когда она соединяет вот эту поволочку которую мастер попросил с элементом в голове и представляет ага вот здесь вот так и начинает очень быстро один режет другой сваривает вот это нормальная инженерная задача поэтому метафорический протокол этим гражданам которые вообще не очень выглядят трезвыми необходим гностический что за протокол это шашни Переслегина собрался научник в метафорическом протоколе напридумывать вот у нас есть такой знакомый Сергей Шилов очень интересный специалист физик занимается теорией черных дыр вот он соединил научный протокол и метафорический составил сам в себе фабрику мыслей и стал рассказывать про разные поверхностные натяжения которые возникают в горизонте событий между двумя черными дырами это было все пленительно и нежно и мы это все представили так замечательно как он это делает и сразу был уволен из научного протокола научного сообщества с трудом защитил кандидатскую диссертацию с многими шарами вот но тем не менее так что научный протокол так дружит с метафорическим просто как кошка с собакой ну вот он и называется гностический смысл этого слова я не могу понять дальше еще чище вот хорошо магический протокол вот ну что-нибудь вот к автору такого дела апеллирую это называется это я придумал вчера ну во-первых ну не вчера три дня назад ну вот иначе бы я не распечатала поскольку это ситуация следующая как это Катя пропустила вообще мне непонятно я в ужасе просто протокол второго уровня первые четыре штабной стратегический инженерный гностический можно вполне расписать так как мы расписали протокол первого уровня метафорический и так далее просто это еще не сделано но это обязательно будет сделано поскольку в реальной жизни регулярно работают именно с этими протоколами сложная деятельность это всегда сами же понимаете стратегический это не просто штабной плюс метафорический это соединение дает нюнку достаточно новую сущность и он в общем-то другой у него наверное будут немножко другие требования немножко другие императивы пока мы представляем в таком виде и пока нас это устраивает более непонятно о чем это речь грубо говоря кто владеет понимает о чем кто не владеет ему госпитализм а что касается гностического протокола естественно в гнозе знания и а суть очень простая в научном протоколе вы жестко работаете с формальными логическими доказательствами но любой научник сколько-нибудь себя уважающих таких довольно много они осознают что мир не исчерпывается логическими доказательствами он вообще сложнее даже научными сложнее если научник начинает думать о том что он может работать вне республики или в окне не будет у тебя осталось минуты две три лучше хорошо а тут последний слайд вам могли сказать ну да ваш очень интересно но где цитата из классика в скобочках священного писания где ваши доказательства сейчас вроде не принято говорить в процентах из классика священного писания хотя кое-где принято скажем филологии если иметь ввиду более-менее не лингвистику а классическую филологию регулярно в процентах из классика спрашивают но сейчас зато говорят а где математическая модель которая обосновывает ваши слова хотя например если вы работаете с экономикой математический модель существует единственная цель чтобы наконец никто ничего не понимал один очень хороший психолог американец Шабутанин написал свою великолепную книжку социальной психологии читая гитлеры по психологии и начинаю думать то ли мои коллеги хотят сделать вид что они тоже физики а поэтому пользуются словами которых никто не понимает и они сами не учат то ли они просто пишут книжку так чтобы никто не понимает насколько они разбираются в материале и в этом плане гностический протокол это научный но использующий нестандартные референции научные и нестандартные формы аргументации диалектические триалектические метафорические я в качестве следующей шутки после математики буду следующим да вы сделали интересную модель но где данные вашего эксперимента по выходу в землю на состояние сознания которое доказывало что это правильный и это тоже будет доказательством гностический протокол включать все вот эти вещи магический протокол никто не понимал поскольку это гностический который поэтому не будем пудрить аудиторию этим перед стратегической игрой мужчина не должен говорить длинно написал великий писатель николай ютанов так друзья мои у нас сейчас как бы все у нас закончилась презентация сейчас короткие вещи по проживанию да будьте готовы сейчас отложите пожалуйста свои сумки скалин снимите вот и положите их куда-то на пол положите вот потому что сейчас мы войдем в эту протокольную ситуацию кто как сможет просто чтобы прожить это в теле потому что как бы не забывайте что у нас есть с вами разум да у нас есть тело у нас есть душа все это лучше подключить к игре чтобы не получилось так что тело отдельно мухи отдельно вместо головы шишка вот мы сейчас выполним короткие простые упражнения да по протокольности внутренней протокольности инсталляции у себя нескольких уровней сознания но до каких дотянетесь то и хорошо будет вот поэтому я примерно представляю что все готовы и все могут сесть значит первое упражнение вам знакомо принимайте пожалуйста расслабляющую позу откидывайтесь сосредоточьте ощущения на позвоночнике вот на позвоночнике так что как будто вы плывете представьте что вы плывете на спине ощущаете позвоночник вода должна перетекаться через вот ваши позвонки вот потихонечку устраивайтесь и пускай перетекает вода вот вода перетекла немножечко через позвонки а вы медленно плывете лениво вода такая теплая плавайте как в супе пожалуйста закрывайте глаза плавайте в супе вот ваше ощущение что вот это вот околоплодная жидкость просто теплая вода очень противно руками ногами просто двигать неохота или плывете в соленой воде она вас поддерживает чуть-чуть прокатывается под этот пожалуйста сейчас не разговаривайте примите ситуацию что вода прокатывается через позвоночник это ощущение вашего расслабления первый контур сознания первый протокол телесный познакомьтесь со своим телом если вы его забыли оно прекрасно еще раз прокатитесь волной по позвоночнику насчет раз встаньте в административный протокол раз спасибо большое отлично это протокол движения агрессии да теперь представьте себе на минутку что вы звери и даже через туфельки тапочки и кроссовочки подогните пальцы ног так как будто вы вцепляетесь в какую-то ветку теперь напрягайте себе голени не отпуская и пальцы ног дальше напрягайте бедра дальше пусть у вас таз прилипнет прямо к прессу напряглите всю вот эту часть уже дальше напрягайте грудную клетку сжимайте кулаки шею сожмите так чтобы противно было разговаривать сбросили напряжение садитесь вот это элементы тела что происходит когда стратегическая операция вы в напряжении все сигнал дан бой да какая тишина вот момент вот предъявления решения вот сейчас будет бой все уже расслабились уже как пойдет вот поговорите с соседом или соседкой или сам с собою если вы там один сидите поговорите о том что такое научный протокол начинайте вот это протокол научный называется бла-бла то есть вы попытались на тематизацию определить может кто-то сам с собой вел беседу ну так и всегда и бывает научное совещание гудешь галдешь ну все нормально вот теперь пожалуйста встаньте аккуратненько достойно представьте себе то событие своей жизни когда вам вручали какую-то награду когда вы были очень довольны счастливы каждый представляет это событие во-первых находит его пространство то есть где это было вспоминать событие в момент вашей славы ну например я была очень счастлива когда получила первый диплом университета то есть вот очень классно а кому-то было а какая-то девушка была счастлива о том что она шла на высоких каблуках в плаще все мужчины смотрели ей вслед а может быть там в короткой юбке она может быть поэтому была довольна момент славы не обязательно момент референции получения диплома это у меня советское прошлое а у вас может быть момент славы другой представьте себе что вы стоите выше других и поэтому если вы стоите то вы стоите так как вам хорошо распрямите плечи пожалуйста посмотрите внизу люди вам что-то кричат бегают с микрофончиками перед вами и говорят чтобы что-то скажите а вы там стоите себе спокойно почувствуйте переживание своей собственной победы что все классно вы победили это все ваше вы наконец вознаграждены за то что вы умные то есть и можете взять это это скорее всего имеет материальный эквивалент или будет иметь очень скоро или это то что заменяет для вас материальный эквивалент и гораздо больше тот кто до сих пор еще вот так стоит понятно что этот контур сознания не работает поэтому наконец выпрямите голову и не надо искать это у себя где-то там где у меня ошибка вот в генетическом коде ничего этого нет это у них других ошибка кто внизу у вас то все хорошо переживите спокойно этот момент славы кто не хочет переживать момент славы очень плохо это все принадлежит вам будущее принадлежит вам сядьте откажитесь от своей любой награды в пользу кого-нибудь потому что ему больше надо мысленно откажитесь от того что вам дали представьте себе что ну и наплевать ну так ел и пала сестра ну вот ему так было надо я в последний момент ему уступил у меня было где-то наверное 60 мальчиков в тэквондо я была психологом вместе с тренером работала для того чтобы они более эффективно выигрывали соревнования по психологическим моментам тренер блестяще спортивную подготовку провожал проводил и так далее ну вот и мальчики выигрывали тогда когда они могли в момент победы от нее отказаться вы понимаете в чем разница это очень большая разница и поэтому вот сейчас откажитесь от этой славы представьте себе ну и что и не было бы этого и что вы можете отдать ее соседу это состояние я соль земли да кьёлы пала сестра переживите состояние что вы соль земли и вы сами делаете свой выбор это метафорический протокол вы соль земли и такая же соль земли сидит рядом с вами и вы готовы отдать ему очень многое кусок своего сердца и еще что-то и все результаты своей работы вдруг ему нужнее мы же соль земли а соль это крупица а теперь возьмите на себя ответственность за всю вселенную поднимитесь над москвой еще выше взлетайте кто застрял опять на крыше политехнического музея поднимитесь над москвой я же не сказала над политехнический музей под москвой посмотрите поднимайтесь вверх космос посмотрите на голубую планету земля она такая как в этом ну показывали у вас такая из космоса да в учебниках есть повыше еще поднимитесь где земля теряется еще поднимайтесь там звезды много звезд осознайте себя в скоплении звезд они совершенно другие чем кажутся поэтому свое воображение тренируйте пожалуйста звезды совсем другие поймайте ощущения звезд вокруг вас станьте звездой а то вам там плохо в человеческом облике станьте звездой посмотрите какое ваше место среди этих звезд как вы светитесь земли планеты не найти поэтому этот уровень вам не годится снимайте с себя звездную оболочку летите обратно подлетайте к солнечной системе устраивайтесь в ней можете к солнцу подлететь ощутите что-нибудь вы только что были такой звездой ничего вам не будет летите дальше вниз сжимайте свою оболочку пожалуйста увидите планету земля такую же голубую как вы видели или может быть у вас получится совсем иначе посмотрите на нее ответите себе на вопрос что вы можете для нее сделать так вот late с で мы Продолжение следует...